По улице Белышева, 16А, полностью выгорела заброшенная квартира. Пожар полыхал глубокой ночью на девятом этаже малосемейки. Возгорание было настолько сильным, что зарево от пожара было видно из окон домов по улице Карла Маркса. В данном происшествии никто не пострадал. Спасено 5 человек. Раннее утро. На месте происшествия работают сотрудники Госпошнадзора, устанавливают причины возгорания и фиксируют последствия произошедшего накануне пожара. А ночью здесь было по-настоящему жарко. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного СПЧ-4 от жильцов малосемейки около пяти часов утра. На место происшествия незамедлительно выдвинулись четыре пожарных расчета. По прибытию которой было обнаружено, что на девятом этаже в левом крыле горит нежилая брошенная квартира. Квартира была полностью охвачена огнем. Общий коридор девятого этажа был полностью задымлен. Была высокая температура. Пожар был настолько сильным, а температура такой высокой, что металлические двери квартир по соседству деформировались, а у некоторых расплавились дверные глазки. По рассказам соседей, в квартирах невозможно было находиться из-за едкого дыма. Некоторые жильцы соседних комнат, которые не успели выбраться из-за подни, вынуждены были спасаться от пожара на балконах. Выхожу, а здесь уже горит вот такое вот пламя, здесь куча мусора, вот это все захламленное, а мы давно уже с соседками как бы переживаем вот по этому поводу. Вот, и это все как вспыхнуло, это все на счетчик, сразу загорелось. Я успела добежать, вот только получается до вот этой вот квартиры, до этой. Туда уже просто кричала. Девчонки, говорю, мы горим. И вот сюда добежала. А назад уже возвращаюсь и понимаю, что я уже не могу. Я вот так вот прям под огнем, это все вот здесь вот на балконе. Ребенка разбудила, мы получается стояли, у меня там белье висело, мы сняли с ним полотенце, намочили там, стояли вот так вот дышали. Вот здесь еще дети на этаже, тоже все испугались очень. Ну вот, что, сами видите, какие у нас тут последствия, и натерпелись, перенервничали. В ходе тушения пожара осуществлялось взаимодействие с сотрудниками ГОЧС и военной пожарной командой. Поскольку горел бытовой мусор и строительные материалы, а это банки из-под краски, пластик и другие отходы, огнеборцам приходилось тушить пожар с применением специальных средств защиты органов дыхания. Также, учитывая сложность ситуации, было принято решение развернуть пожарную автолестницу. Полностью локализовать пожар удалось к 7 часам утра. К сожалению, к таким и еще более тяжким последствиям приводит людская халатность. И хотя жильцы малосемеек уверяют, что свои бытовые отходы они добросовестно выносят, однако вещи, которые оказываются ненужными, каким-то чудесным способом все-таки попадают именно вот в такие заброшенные квартиры. А виноватых в данной ситуации после произошедшего пожара найти практически невозможно. Я не знаю, либо ее заколотили, вот эту вот квартиру, либо вообще вывезли отсюда мусор. Делали квартиру, она у них тоже пострадала, у них там весь пластик расплавился, то есть при входе. И вот здесь стояли мешки мусора. Они, когда очистили эту квартиру, только начинали делать ремонт, все поскидывали в эту хату. Она здесь до середины была вся заполнена мусором. Нет бы они на первый этаж спускали, они заставляли все залив, там тоже куча мусора. Там и кресла, там и диваны, там все, что хочет стоит. Потому что как бы многие здесь, кто без определенного места жительства, спали тут. Вот сколько я выгоняла их раз отсюда, вот потому что как бы не в трезвом состоянии. Вот обращались в компанию. Мир никаких не принималось. Вот, то есть как бы все было захмалено, мусор все вот это вот. То есть кто не идет, все кидали сюда мусор. То есть диваны, вот, чистились хаты, все это все сюда вот складировалось. Вот. Скажите, пожалуйста, вот я тут услышала, сказать, что вы еще как бы убирались здесь. Ну да, вот как бы вот парни их нанимали, они как бы наемные рабочие, вот, их нанимали, они эти квартиры чистили. Но в итоге, то есть как бы к хорошему не привело. Там вот за лифтовой, там вообще склад. Вот, там вообще не понять, что творится. Мы, лично я два раза уже тушила там, этот самый, диван там лежал. Но сейчас там вообще по самому потолок мусора этого. Я говорю, вот сейчас еще кто-нибудь подожгет, все опять будет полыхать. Стоит отметить, что два года назад в этой квартире уже произошел пожар. На тот момент она, в ней проживали жильцы, но в результате пожара эта квартира была полностью уничтожена огнем. После чего в этой квартире просто жить стало невозможно. В данном случае у сгоревшей квартиры есть хозяин. Он и должен отвечать за состояние своей собственности. Однако это не снимает ответственности и с управляющей компанией дома, в обязанности которой входит не только выявление пустующего жилья, но и ограничение доступа вот в такие заброшенные квартиры.